Композиция Всем здравствуйте! Итак, тема нашего сегодняшнего занятия, такого лекционного плана, это композиция в тематическом интерморте. Что же такое композиция? От латинского слова происходит слово композиция. Компоситио, что значит сочетать, составлять. То есть это не что иное, как попытка человека организовать, сделать окружающую среду прекрасной, гармонизировать окружающие предметы. Без композиции нет искусства в принципе. То есть композицию мы видим и в музыке, и в полете, и естественно в архитектуре, в скульптуре, и во всех видах искусства у нас прежде всего присутствует композиция. Потому что без композиции любое, так сказать, произведение, это не что иное, как просто какой-то хаос, наверное, просто ограниченный какими-то рамками. Поэтому это прежде всего о чем будет думать художник, композитор. Мы тоже художники в какой-то степени композитор. Это о композиции. Так, вот на примере этого натюрморта давайте подумаем, вот если художник, если человек просто вот эти предметы вывалит на стол, яйца, бутылку, рыбу, ну еще и сапоги свои сверху поставят, будет ли это являться композицией? Ну, очевидно, что нет, это будет хаос в рамочке. Другой подход, если человек, ну, предположим, не художник, пришел с рынка, сапоги оставил на месте, а все вот эти вот предметы выложил по порядку на стол. Рыба, яйца, яблоки, кувшин, лучок. Будет ли это являться художественной композицией? Кто-то сейчас со мной сможет поспорить. Но я скажу, что на данном этапе, когда мы вот только начинаем формировать композиции, мы так не делаем. Нет, скорее это вот так вот выкладывание в рядок, это упорядочивание предметов, это не композиция. А художественная композиция – это именно предметы, разложенная определенным образом и связанная художественным замыслом, идеей, темой, натюрморт тематически, связанная одной темой. Итак, как же нам научиться создавать красивые гармоничные композиции? Ну, первый способ, наиболее такой простой, наверное, приятный, это ходить в музеи, на выставки, смотреть репродукции, делать какие-то зарисовочки работ мастеров, как можно больше загрузить свой мозг информации о прекрасном, в изобразительном искусстве. Смотреть, 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 замечательные натюрморты известных авторов. Ну, еще лучше, конечно, еще это как-то почеркушечки какие-то делать. Не обязательно прям в цвете все. Ну, вот карандашиком пометил, где автор самое яркое пятно показал. Мы сейчас будем говорить о центре композиции. Какие предметы являются так дополнительными, подчеркивающими этот композиционный центр. Ну, и тогда интуитивно мы, возможно, будем создавать вот такие вот замечательные композиции и прославимся как прекрасные художники. Ну, если вот такого богатого опыта у нас нет, и сложно его набрать за короткое время, естественно, сложно это сделать, то придется нам усвоить некоторые правила. И прежде чем составить композицию, надо будет сесть, подумать, порассуждать, потом подвигать предметы на столе, потом подумать, какую бумагу или какой холст мы возьмем, какого формата и так далее. Итак, алгоритм наших действий при составлении тематического натюрморта. Пункт первый. Можно записывать. Так как все предметы в натюрморте у нас должны быть объединены одной темой, то мы должны сесть и подумать, что мы хотим показать в нашем натюрморте или что мы должны сказать нашим натюрмортам, что донести до зрителя, то есть продумать тему нашего натюрморта и идею нашего натюрморта. То есть первичен художественный замысел. И в этом пункте у нас два подхода. Один подход, который использовали художники-символисты, это закладывали в предметы какой-то определенный смысл. Вот вспомним голландский натюрморт с черепами, размышления о смысле жизни, об эстротечности времени и так далее. Первый подход. Или второй, неважно. Еще один подход. Это когда художник исходит из красоты увиденного. Никакой особого такого философского подтекста, никакой такой темы серьезной он не развивает, но он восхищается чем-то. И весь натюрморт подстраивает под этот предмет. Или как у Фалька. У Фалька неизвестно, что важнее, цвет или предмет. Или под цвет этого предмета. Вот он восхищен этим цветом, он его прописывает. И остальные детали натюрморта подбирает, чтобы подчеркнуть красоту предмета центрального. Так вот, пункт второй. Из заданной темы мы должны определить, что же у нас будет являться центром композиции. Без центра композиции, или иначе композиционного центра, весь натюрморт у нас будет разваливаться. То есть представьте, что у нас здесь не одно светлое место, вот эти вот замечательнейшие яички, такие вот как будто только из-под курочки, беленькие, ровненькие, кажется еще тепленькие. И подчеркивает их вот эта вот белая драпировка. То есть мы понимаем, что вот это у нас композиционный центр. Представляете, если бы так же активно в этом натюрморте звучали и другие места, вот так же активно, таким же белым цветом, то что бы у нас получилось? Очевидно, что композиция бы у нас развалилась. Взгляду некуда было бы приткнуться, остановиться, успокоиться. Так вот, композиционный центр – это то место, где взгляд зрителя должен остановиться, успокоиться. Да, поискали, поискали, поискали и вернулись. Вернее, первично, сразу обратили внимание. Потом взгляд пошарил, пошарил по углам. Потом раз – остановился на композиционном центре, успокоился, и зритель наслаждается вашей работой. А когда всё вспыхивает в каждом углу, ну, зритель старается от такой работы побыстрее отойти, потому что возникает такой некий диссонанс в мозгу человека, который смотрит, неудовлетворённость, какое-то вот ёрзанье в душе. Поэтому, ну, не удалась явно работа. Так что второе. Как мы уже сказали, композиционный центр. Прям пишем. Композиционный центр – это не середина листа. Нет. Но, вы знаете, наверное, правильно было бы, чтобы всё-таки к серединке композиционный центр был бы в центральной части. Возможно, особенно для начала, хорошо его размещать в центральной части, но не чётко по центру. То есть центр композиции – это не серединка листа. Нет. Это самое яркое контрастное место. Это именно то, тот предмет, то место, ради которого художник затеял всю эту работу, чтобы донести до зрителя свою мысль или заставить зрителя восхищаться именно тем предметом или связкой предметов, которые восхитили художника, на которую он положил свой взгляд, что-то вспыхнуло в сердце, и захотелось, чтобы и зрители это увидели, оценили. Итак, композиционный центр должен быть обязательно. И сейчас на примере некоторых зарисовочек мы с вами рассмотрим, что же значит композиционный центр. Вот перед нами небольшая зарисовка «Крестьянский завтрак». И что нам сразу бросается в глаза? Это хлеб. Понятно, что в этом натюрморте мы отдаём дань нашим фермерам, хлеборобам, и делаем центром композиции вот этот круглый хлебушек с отрезанными ломтями. И зритель сразу понимает, что мы хотели здесь показать вот этот вот труд крестьянский, вот этот вот свежий хлеб, разломленный, вот такой пушистый, душистый. И всё остальное строится вокруг этого композиционного центра. Как бы колосики закругляют, подчёркивают вот эту вот целостность вот этой композиции. И вот этот вот хлебушек у нас не по центру, а как бы в центральной части. И кувшинчик бы тоже желательно не размещать по центру. То есть немножко вот как-то вот чуть-чуть сдвигаем от центра, но тем не менее, вот тут сразу видно, о чём хотел сказать художник. Следующая работка. Тоже крестьянский завтрак, но уже с другой темой, с другим центром композиции. Что мы здесь показываем? Молоко. Кувшин уже не крынка такая, глиняная, да, а делаем уже прозрачный кувшинчик. Хлебушек у нас уже не белый там, а чёрный. То есть красоту, свежесть молока, может быть, такую утреннюю такую тему, когда вот ещё ты дремишь, а бабушка уже принесла вот это молоко свежее, парное, там хлебушек нарезала, и вот оно такое всё чистое, такое девственное, такое свежее. И зритель тоже проникается в ваши идеи, да, глядя вот на этот кувшинчик с молоком, стаканчик с молоком. А все остальные предметы, они подчинены этому композиционному центру. Не кричат, а спокойно подчёркивают то, что хотел сказать художник. Так, следующую работку. Рассмотрим. Урожай. Тоже тема еды нас не покидает, да. Это осень, можно назвать её август, да. И в центре композиции мы помещаем тыкву, спелую, оранжевую, с каким-то, может быть, зелёненькими вот этими полосочками, такую сочную, большую, тучную, символ такого хорошего лета, обильного урожая. Ну, или просто красивый объект. Вот эта вот оранжевая, спелая тыква, да. И зритель видит этот предмет и понимает, что идею, которую хотел донести до нас художник, благодаря вот выделенному композиционному центру. Далее. Уходим от пищевой темы. Тема такая. Человек. Человек, его деятельность и предметы, которые окружают его деятельность, да, например, мастерица, назовём так условно. И в центр композиции мы, конечно, помещаем не нитки, не шкатулку, там, не эскиз работки, а в центр композиции помещаем именно то произведение, которое выходит из-под руки этой мастерицы. То есть вот в данном случае это вышивка. А все остальные предметы уже подчёркивают вот этот композиционный центр. А тут можно красиво так выписать всё, вот так вот, ну, как бы пропеть вот это вот местечко. Вот прям мне уже даже хотелось на эту тему поработать. И следующий, не обойдём вниманием и такие вот мужские натюрморты. Это, ну, можно назвать, папа вернулся из командировки, да. Видно, рюкзак где-то на заднем плане, сапоги, какие-то вот образцы минералов. Ну и самое главное, это геологический вот этот молоток, и ох, вот это, мы его выделяем. Почему? Потому что именно этот предмет наиболее громко говорит о принадлежности человека к какой-то профессии. То есть вот о чём, о чём, если просто рюкзак, камни, сапоги, какие-то бумажки, карты, о чём, о чём. Ну вот это не совсем понятно, о чём. А вот этот предмет прям кричит о своём хозяине. Поэтому он, конечно, и будет являться композиционным центром в данном случае. Итак, подходим к способам выделения композиционного центра. И сейчас мы с вами проведём некий эксперимент. Итак, скажите мне, пожалуйста, ну для себя, подумайте, где здесь композиционный центр? И многие поймут, что это, очевидно, центр этого листа. То есть если две диагонали провести, то как раз они будут пересекаться в композиционном центре. Да, наш взгляд всегда тяготеет к центру. А сейчас? Где здесь композиционный центр? Ну да, очевидно, сразу взгляд прилепился к этой точке. Для него уже это не является доминантой серединка. Для нашего взгляда доминанта – это вот эта точка. Так что, выделив какое-то пятно на листе, мы сразу сдвинули взгляд зрителя к этому композиционному центру. А теперь? Где у нас будет композиционный центр? Да, очевидно, что здесь, потому что эта точка больше, чем эта. Эта точка доминирует над этой точкой. Далее. И даже сделаем вот так вот. Что у нас теперь является композиционным центром? Конечно, самое активное пятно. То есть, каждая более звучащая доминанта, она подавляет более слабую доминанту. Громкий звук всегда подавляет более тихий звук. Запомним это. Поэтому композиционным центром наших работ всегда будет являться самый громкозвучащий момент. Скажем так. Потому что это может быть и предмет, и связка предметов, и какая-то угол острый, какая-то изломанная линия. Поэтому не всегда предмет, момент. Самый громкозвучащий фрагмент будет являться нашим центром композиции. И вот тут мы с вами подошли к способам выделения композиционного центра. К художественным приемам, позволяющим нам выделить, наиболее полно раскрыть наш композиционный центр. Итак. Композиционный центр мы сможем показать с помощью контраста. Вот представим, что у нас есть предметы какие-то определенные. Вот много предметов. Как-то они художественно расставлены. Давайте вот так вот. Вот. Ну, где у нас здесь композиционный центр? Сложно сказать. Все серенькое такое, более-менее равнозначненькое. Так будем сильно сомневаться. Где там все? Может тут? Может тут? Может тут? Но как только мы выделяем наш композиционный центр с помощью тона, то глаз сразу понимает. Композиционный центр здесь. Итак. Контраст бывает тоновый. Прямо вот можно писать. с помощью тонового контраста. Также контраст может быть еще и световой. Тоновый контраст. Цветовой контраст. Также контраст может быть размерный. Опа! Вот он. Вот он наш центр композиции. Самая большая форма в этом натюрморте. Контраст может быть по форме. Выделен какой-то особой формой предметы. Да? Сейчас мы с вами немножко подвигаем наши с вами предметы. Да? Давайте как-то освободим место для формы. И всегда, видите, я не случайно композиционный центр размещаю в центральной части. Он может быть не в центральной части. Он может быть ближе к краям. Но все равно он тяготеет к центру. То есть совсем композиционный центр в край помещает не очень хорошо. Тоже взгляд наш начинает метаться. И тоже возникает некоторая диссонанс, дисгармония. А мы же, что такое композиция, да? Вначале говорила, попытка гармонизировать пространство, сделать его прекрасным. Вот тут вот нет гармонии. Все-таки какой-то там весь такой элемент, контраст по форме. То есть какая-то особая такая вычурная форма предмета. Какая-то, например, потрясающей красоты кувшин из скани. Да? Представляете, что такое скани? Мельчайшие проволочки такие, свитые между собой. Такое металлическое кружево. Точно будет композиционным центром. Даже какой бы серой ни было. Итак, значит, с помощью контраста. А также по месту расположения. То есть как бы все предметы в кучке. А композиционный центр у нас... А композиционный центр у нас как бы обособился. Вот. Тут масса. Тут отдельный предмет. Да? По месту расположения. И посмотрите, он немножечко смещён к краю. Но тем не менее он не упирается в край. Отступы достаточно хорошие. И вот в этом случае композиция будет достаточно гармоничной. Так же контраст может быть по степени детализации. Да? Когда все предметы у нас вроде так, как-то так. Один предмет прям прописан. Невероятно сложно. Вот как-то вот. И мы сразу понимаем. Да. Красота-то какая необыкновенная. И взгляд зрителя сразу приковывается именно туда, к предмету, который хотел показать художник. А, и ещё такой есть способ выделения композиционного центра с помощью линий-указателей. Фотографы очень часто этим пользуются, чтобы показать на предмет, который у нас является центром композиции. Как-то так располагаются предметы, что какие-то вот углы или ветка вот так вот оттопырилась у натюрморта, у цветочка натюрморта. Или как-то вот жёсткий край какой-то указывают нам на предмет. И мы сразу понимаем, что центр композиции здесь. Итак, третий пункт построения художественной композиции в тематическом натюрморте – это предметы второго плана. Какими же они должны быть? Да, прежде всего, они должны быть. То есть наш натюрморт не может состоять исключительно из композиционного центра. Что-то должно этот центр поддерживать. Как бы обрамлять его. Иначе композиция будет не полной, не цельной. И зрителю, в общем-то, будет не особо понятна ваша идея. Поэтому предметы второго плана обязательно должны присутствовать в композиции. Они не должны отвлекать от главного, а наоборот, подчёркивать его значимость. Тем самым служить более полному раскрытию темы идеи и художественного замысла нашей постановки. То есть вот, очевидно, вот этот центр композиции, да, как мы уже определили, и тоновый, да, по тону. Да, помните? Это наиболее место выделенное. И по месту расположения, да, наиболее близки к зрителю эти предметы. Вот эта связка белая драпировка и яйца. Но посмотрите, всё-таки яйца главнее, потому что драпировка чуть менее контрастна, чуть серее. Самая большая доминанта у нас звучит вот здесь. Именно вот в этой части корзины. А все остальные предметы в корзине, они же тоже есть. Они подчёркивают вот это место, да. И всё остальное как бы откликается, да, вот этими светлыми какими-то бликами с этим композиционным центром. Но ничего в этой композиции не отвлекает нас вот от этого места. А наоборот, подчёркивает, возникает такая гармония, такая музыка определённая. Поэтому очень важно подобрать предметы второго плана так, чтобы они не спорили с главным. А все были в одну тему, подчёркивали главную тему и служили более полному раскрытию нашего художественного замысла. Итак, все предметы подобраны. Выбран композиционный центр, предметы второго плана. И мы переходим к расстановке наших предметов, то есть непосредственно к самой композиции. И именно на данном этапе нам нужно понять, какой будет формат у нашей композиции. И тут есть два пути. Мы формируем композицию и под эту композицию уже подбираем формат. Формат листа вертикальный, горизонтальный, квадрат, круг, квадрат и так далее. Хоть треугольный, неважно, ромб. А есть второй путь, который наиболее часто используют художники, начинающие. Да и не начинающие тоже. Нашла картонка какая-то завалялась, грунтованная, за шкафом. О, достала. Ну что, надо использовать. Поставил картонку и уже под неё начинаешь формировать предметы на столе, на подоконнике. Неважно, где. То есть, что первично, композиция или формат? Это так, такой пункт, небольшая галочка. Пойдём мы сейчас, наверное, как и все начинающие художники, скорее отформат, потому что, ну что у начинающего художника? Да и у не начинающего тоже блокнота, альбома. Это стандартный формат А4, А3, А2. Вот наши вот такие чертёжные стандартные форматы. И тут важно, как мы будем размещать предметы в горизонтальной композиции, в вертикальной, в квадрате. Но есть несколько правил общие для всех форматов композиции. Во-первых, композиционный центр мы не располагаем строго по центру. Немножечко, да, он может быть центральной частью, но немножечко мы его сдвигаем от центра подальше или поближе. Но сдвигаем, тем не менее. Баланс, важно соблюсти, левой и правой части листа. То есть, если вот здесь будет густо, а здесь пусто, будет смотреться несколько странненько. Я понимаю, что вы сейчас мне скажете, что, а как же мастера? Да тот же наш на тюрьму, вот этот. Вот тут густо, а вот тут пусто. Но тогда, в этом случае, нам надо также научиться писать эти пустоты. Потому что здесь не пусто, а здесь пространство, здесь глубина. Здесь вот эта вот темнота, говорит, иногда чуть ли в некоторых работах неактивнее, чем само вот это вот пространство, заставленное предметами. Сама глубина, она, это очень сильно. Да, ну, представьте, если мы просто серой краской этот закрасим. Ну, будет как раз дисбаланс левой и правой части. Так что все предметы мы стараемся распределить равномерно по нашему листу, чтобы был соблюден баланс. Левая и правая части не перевешивали друг друга. Да, видите, вот здесь крупный предмет, вот тут средней плотности, здесь вот много мелких предметов, но тем не менее, баланс он сохранен. Достаточные отступы от краев. Вот всем советую. Прежде чем начать формировать композицию, прям отступите. Ну, если формат А2, то есть А4, ну, отступите по 2 см. Проведите здесь рамочку карандашиком и уже внутри нее начинайте формировать свою композицию. Причем и от нее надо отступать, да, потому что всегда что-нибудь вылезет, упрется в край и так далее. Поэтому делайте достаточные отступы от всех краев. Так же отступайте, снизу чуть меньше, давайте я чуть другой, красоту карпану. Снизу чуть меньше, а сверху чуть больше. Оставляйте воздух. Не очень хорошо у меня держится. Извините, что тут у меня падает иногда. Ага, завалился. Достаточные отступы. Снизу чуть меньше, сверху чуть больше. Почему это так делается? Потому что все мы на земле живем. И у нас снизу-то мы все, вся тяжесть, а сверху у нас небо, воздух, простор. Мы привыкли вот именно к такому, к такой расстановке веса. Снизу больше к земле и к воздуху туда, к небу. То есть снизу меньше, а к небу больше. Больше воздуха. Иначе, если мы все это сдвинем наверх, задыхаться у нас будет на терморт наш. Прямо в реале. В реале задыхаться. И тут будет очень много. То есть тут он подскочит, тут вздохнется. Тут поменьше, тут побольше. И еще, о чем я говорила, но подчеркну, это отсутствие большого пустого пространства. Да, еще разочек. Поговорим об этом. То есть баланс должен быть всегда ну тут явно у нас недовес с этой стороны. Или же у нас недовес будет в правой части или в углу. Да. вот в этом углу тоже пустота будет большая. Можно свисающую, ну если уже сформированы предметы, можно как-то вот допировку свисающую красивую, какую-то вот интересную складку здесь пустить. Ну, как вот исправить, если уже вот так вот получилось. Много предметов, уже почти все прорисовано. Ах, что-то пустовато здесь, да, и некоторые сразу в вазочках цветы начинают вот так вот рисовать. Чтобы правильно, в общем, чтобы запомнить неоправданные пустоты. То есть если пустота оправданная, это одно, а неоправданная пустота, это, конечно, плохо. Четвертое. Итак, переходим к форматам. Формат горизонтальный. В горизонтальном формате размещаем предметы по горизонтали. Да, ничего удивительного в этом нет. В горизонтальном формате предметы вытянутая по горизонтали. Давайте я как-то сделаю, чтобы меня отвлекали об нитики. Вот. И я приготовила несколько предметов, которые мы сейчас и закомпонуем в такую... Постараемся сделать такую вот гармоничную, красивую композицию. Выбираем фон под предметы, да, чтобы он подчеркивал тоже и композиционные центры, предметы второго плана. Центром композиции я выбрала вот эту вот вазочку детальскую. Мне она очень понравилась и такая детализация здесь такая достаточно большая. Вот эти птички там сидят на веточках. Тема такая интересная. И я помещаю ее вот сюда. Чуть смещая от центра. Может быть потом я еще ее подвину, да. Сверху побольше, снизу чуть поменьше, но это у нас не край композиции. Здесь еще ниже будут стоять предметы, поэтому сейчас мы видим примерно одинаковые отступы, но на самом деле здесь еще будет пониже. Единственное, что немножко я ошиблась с размером, вот чуть-чуть бы на полтора сантиметра с каждой стороны поменьше вот этот предмет, вазочку вот эту бы взять. Ну вот, ну что есть, мы же все люди, все немножко можем и ошибаться. Так, и наша задача подобрать предметы второго плана вот под этот композиционный центр, чтобы они не отвлекали, а наоборот подчеркивали красоту вот этой необыкновенной китайской вазы. Я для этого взяла вот такую вот тарелочку, да, чуть вот, как мы говорили, чуть-чуть ниже ее размещаем в такую тарелочку. В ней будут лежать фрукты. Вертикаль еще одна, да, потому что пространство нам заполнять надо, вот так, где-то там сзади стоит, сзади стоит, да, как бы она, вот одна вертикаль, вторая, уже как бы уходящий, да, и фон такой уже менее контрастный вот к этой вазочке, да, самый контрастный он, конечно, должен быть к нашему композиционному центру. Далее, чтобы заполнить вот эту пустоту, какой-то еще предмет тут, который перекликается, вот, приверну, прикликается с фоном, не контрастирует, то есть, вот, предметы разместили, теперь наполняем, наполняем вазочки, вот эти наши с вами, вот я тут вот даже приготовила арбузик такой, так, может быть, его как-то и по-другому размещу, пока так, вазе виноград, ну, тоже хорошо, вот, дополнительные предметы, которые специально подбирала фон, такой теплый, а композиционный центр у нас холодный, кстати, композиционный центр может выделяться не одним способом, а сразу несколькими, вот здесь идет контраст тоновый, цветовой, вся гамма теплая, этот предмет холодный, дальше идет по степени детализации, смотрите, какая тонкая прописочка здесь вот, на этой массе какие-то вот вкрапления в голубом, красненькие, вот много-много-много, таких деталей по форме, да, он большой, самый большой, по сравнению, вот уже четыре способа выделения композиционного центра у нас в одном предмете, и несмотря на то, что вот эти предметы у нас яркие, тем не менее, они не спорят с нашим композиционным центром из-за того, что мы умело подобрали фон. Немножко разбиваем вот эту теплую массу этим вот яблочком холодненьким, да, вот можно еще здесь вот заполню пространство. так, и думала, с этой стороны, да, вот эта вазочка с цветами, она даже немножечко заходит на наш главный предмет, но тем не менее, никоим образом не оттягивает на себя все внимание. И нам не хватает вот здесь вот каких-то предметов. Мелкие предметы мы используем обязательно. Вот орешки у нас здесь. Так. Тут вот можно. Угу. вот и вот у нас сформировалась такая гармоничная композиция и с композиционным центром и с предметами второго плана и все завязано в единое целое. нет дробностей несмотря на в общем достаточно большое количество и проработку предметов. еще ножичек сюда для фруктов помещу. Тоже какой-то вот немножечко чтобы у нас был сюда выход отклик светлый светлый вот и таким образом мы получаем гармоничную композицию построена по всем правилам единственное здесь смотрю небольшая масса можно подъедать туда подальше предмет немножко вот так вот разместить да здесь вот здесь просто кашка получилась ну улучшать можно можно улучшать и и нужно улучшать да и мы садясь за составление композиции тоже не раз и предметы подвигаем и зарисовочки подделаем там сам какой-то предмет подвигаем на передний план на задний ну в общем у нас получилась вполне гармоничная композиция из заданных предметов и выделен вполне удачно выделен композиционный центр итак берем все те же предметы но подобрали совершенно другой фон холодный и посмотрим как все то же самое у нас будет размещено вот в этом формате и куда сдвинется композиционный центр может кто-то уже догадался итак начинаем с нашей замечательной вазочки но посмотрим что у нас будет внизу да не забываем у нас много воздуха так потом может еще подвигаем и вот она уже почти растаяла на этом фоне мы так подобрали драпировки да голубую синим что может быть там даже не драпировки окно открыто синим небом что вазочка у нас уже не так сильно выделяется вернее почти не выделяется на этом фоне и сделаем другой композиционный центр покажем такое изобилие фруктовое такой вот достаток богатства да такая вот золотая у нас ваза будет да пониже немножко опускаем сложно угадать помещение как раз сделаем такое из вот такой вазочки небольшой сделаем такой вот фруктовую вазу достаточно с широкими краями то есть брюки превращаются превращаются брюки превращаются немножко сдвинем чтобы у нас края не упирались в элегантные шорты вот наполним вазу фруктами и сразу у нас символ такой богатый такой жизнедостатка конечно на этом фоне у нас будет композиционным центром вот это яркое сочное пятно наполненное этими яркими фруктами бус вот у нас замечательный на вкус как бы так стекает вот сюда линия глаз вот так идет идет и сюда поддержим еще вот это пустое место заполним еще красиво корочку нарисовать знаете опять же поддержим предметами второго плана может быть так вот до часики разместим тоже неплохое пятно не спорющее такое да теплое но не такое яркое контрастное как вот этот позиционный центр у нас да куда она без нашей вазочки без цветочков куда никуда тоже разместимы так заполнено пространство цветы всегда хорошо вот у нас еще вот такой вот объект яблочко да можно положить так вот тоже композицию но уже для фруктов орешки мелочевка это обязательно куда мы без нее да потому что мелкие предметы они тоже дают такую полноту картины тоже ими не стоит пренебрегать такая россыпь на переднем плане тоже хороша что у нас тут не очень удачно поправим подвигаем можно еще можно еще поисправлять что-то еще подвигать поискать как бы вот финал финальную версию да можно еще с финальной версией поработать но тем не менее здесь тоже уже все сложилось из этих же предметов просто поменяв фон и расставив их по-другому да вертикальной композиции у нас должны преобладать вертикали если в горизонтальной композиции и вертикали и горизонтали просто как бы мы вытягиваем композицию вот по горизонту то вертикальной композиции у нас конечно идет преобладание вертикали их должны быть больше горизонтали тоже могут быть но вертикали больше вот она вытянулась и это у нас вертикальная композиция сейчас перейдем к самому интересному квадрату круг овал и все такие композиции которые ну встречаются не очень часто мы рассматривать сегодня не будем а вот квадрат рассмотрим и еще по этой композиции там два слова как мы выделили композиционный центр прежде всего контраст по цвету да это вот очевидно потом по месту расположения да мы поднимаем его высоко на высоту этот композиционный центр и он сразу приобретает такую вот значимость выделенность такую вот не вниз опустили вверх подняли тоже это вот интересный ход по размеру ну масса такая вместе просто достаточно большая масса вот этого пятна так что да можно сказать что и размер здесь сыграл свою роль если бы мы там одну мандаринку оставили да вряд ли бы это являлось таким уж композиционным центром а вот в этой вот массе спорно а вот в этой массе в теплый горячий жгучий все предметы сразу начинают смотреться как композиционный центр поэтому применяйте сразу несколько способов выделения композиционного центра не просто так просто черный черный квадрат куб и все постарайтесь сделать этот предмет все-таки интересным и с одной стороны с другой с третьей по размеру по форме по степени детализации по цвету но тут главное уж сильно не переборщить вот с этими пунктами чтобы совсем он у нас не развалил всю композицию что остальные предметы просто в фон уйдут если один так прям будет кричать в оризе голос итак квадрат мне очень нравится этот формат за его какую-то статичность стабильность устойчивость тут в равной степени работают и вертикали и горизонтали хорошо здесь вот нетрудно как бы разместить композиционный центр то есть где-то в этой части и он уже четко прям будет вставать сюда уже без всяких но итак мы возьмем не все предметы из нашей композиции частично и как раз эту композицию я хочу вложить такой вот философский смысл такой символизм немножечко если в других композициях мы шли от предмета от красоты предмета особо там не выглубляясь ни в какие размышления то тут можно поразмышлять просто как вариант художественного замысла хочу еще и это осветить вот центром этой композиции хочу сделать песочные часы как символ утекающего времени и все остальные предметы соответственно должны быть подобраны чтобы подчеркнуть так чтобы подчеркнуть этот композиционный центр то есть я уже не беру символ наполненности такого изобилия фрукты мы уже не берем горизонталь пустая вазочка вот эта вот горизонталь где-то вот наверху вертикаль тоже где-то вот здесь можно еще подвигаем потом наверное подвигаем вертикаль сверху чуть больше снизу чуть меньше так может быть вазочка чуть пониже разместим то есть тарелочка вот эта и тут мы используем так цветочки здесь в этой композиции они уже у нас уедающие да как символ уходящего быстро уходящего времени вазочки уже опустили яблочко наполовину съедено да и тут мы используем такой художественный прием как линия указателя да вот мне тоже захотелось его не часто используют а мне вот захотелось чтобы вот на этот предмет на песочные часы указывало видите как стрелка и серединка яблока и вот этот вот нож для фруктов чуть повыше подниму вазочку нож для фруктов указывает на этот предмет он и сам по себе доминирует по тону темный на светлом фоне плюс еще на него указывают с двух сторон а все остальные предметы подчеркивают смысловую нагрузку нашего натюрморта цветы увядают ну тут они не увядают но предположим вазочки пусты ножик тоже может можно рассматривать как символ да половинка яблока то есть уже не целая половинка ну и орешки со скоробками могут особо не нести какого смысла ну как такие мелкие предметы тоже поддержат нашу композицию сейчас еще посмотрим со стороны может подвигать и здесь все внимание зрителя стремлено к этим песочным часам да тут какие способы выделения композиционного центра у нас по тону по месту расположения на самом переднем плане ближе всего к зрителю с помощью линии указателей да вот пожалуй вот эти вот три способа выделения композиционного центра здесь использованы ну в общем это наверное все что я хотела сегодня сказать единственное быстренько сейчас прям быстренько пройдусь по ошибкам наиболее таким распространенным в построении тематического натюрморта это когда художники располагают предметы в край прям вот они краями касаются друг друга не перекрывая а прям вот в краешек неправильно композиционная ошибка не делайте так никогда хоть на чуть-чуть а лучше даже чуть-чуть там одну четверть но перекрытие должно быть или же отделяем его или же перекрываем вообще перекрытия должны быть в натюрморте это как бы завязывает связывает сплетает вот эти вот перекрытия как ниточка такая связывающая все предметы в композиции поэтому несколько предметов все-таки должны перекрывать друг друга значит не делаем касание в край крупные предметы не обрезаем краем то есть вот вот так вот не делаем чтобы край срезал крупный предмет не говоря уж о композиционном центре он точно не должен быть срезан краем вот обилие мелких предметов когда прям все-все-все из мелочевки испечрено прям вот этой вот мелочью тоже получается такая дребезжание такая муть в глазах такая вот сыпь или наоборот натюрморт состоит из трех крупных предметов там три бочки поставили и все и нет остального тоже так не делаем то есть баланс мелких и крупных мелких не очень много но и крупных выделяем один-два в зависимости от формата если формат метр на метр там может быть и крупных побольше но и про мелкие не забываем ну вот это основное да и ну пожалуй да еще о цветовой гамме можно сказать есть цветовая гамма такая возбуждающая яркая да передает такое радостное настроение взрыв эмоций а есть спокойная такая в пастельных тонах такая без особых контрастов сильных да композиционный центр конечно выделяем то есть ставя на терморт вы тоже думаете о настроении не только о том как вот расположить предмет подчеркнуть подчеркнуть красоту композиционного центра или какой-то идея но еще и об общем настроении да вот такая унылая монохромная гамма в общем вполне соответствует нашей вот этой вот теме теме быстро уходящего времени вот поэтому смотрите много хороших картин ходите в музеи посещайте выставки к сожалению современных выставок такого можно смотреться что даже не знаю ну очень осторожно относитесь к современному искусству всем до свидания всем спасибо спасибо что посещаете мои мастер-классы до новых встреч hi и Продолжение следует...